Ставь лайк, жми на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на канале. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В фитомагазинах и на рынке особенно. Только правильно собранные и высушенные по всем правилам травы смогут оказать благотворное влияние на организм. Можно просто расщеплять корень вдоль и получать вот такие приятные корешки. Корень очень ароматен. Такая довольно интересная жгучая смесь. Какую целебную силу таят привычные нам растения? Чем стоит запасаться на зиму? Смотрите и пополняйте вашу живую аптеку. Отправляясь в путешествие, у нас часто могут возникать проблемы с пищеварением. И я предлагаю вам устранить их с помощью цветов тысячелистника. Это уникальное растение произрастает абсолютно везде, и мы можем использовать его целебную силу. Это программа «Живая аптека». Меня зовут Дмитрий Юровский. Давайте же узнаем, как использовать цветы тысячелистника. Ахилия милифолиум Ахилия милифолиум – тысячелистник обыкновенный. Именно это лекарственное растение мы с вами сегодня и посмотрим. Тысячелистник мы ценим при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В первую очередь, он сильное противовоспалительное растение. Снимает воспалительные процессы желудка и двенадцатиперстной кишки. Это бактерицид очень активный. Благодаря хамузелину, который содержится в эфирном масле тысячелистника, проявляет и антиаллергический эффект дополнительный, несмотря на то, что может выступать сам в качестве аллергена. Главный эффект, наверное, тысячелистника – это то, что он хороший спазмолитик. Он усиливает отделение желчи, снимает спазм гладкой эмбоскалатуры кишечника. Именно поэтому мы его традиционно используем при различных расстройствах пищеварения и при токсикоинфекциях. У тысячелистника очень необычный кровосстанавливающий эффект, отличный от других трав. Он увеличивает количество тромбоцитов, но при этом никогда не образует тромбов. Поэтому можем назначать тысячелистник даже больным с атеросклерозом и сердечно-сосудистой недостаточностью. Удивительно то, что тысячелистник не относится к бронхолегочным средствам, но именно настой тысячелистника лечит заболевания легких, такие как бронхит или бронхиальная астма, несмотря на то, что может быть сам аллергеном для астматиков. Так как тысячелистник увеличивает количество тромбоцитов, он увеличивает и количество эритроцитов. Для того, чтобы использовать тысячелистник при анемиях, нам нужно будет изготовить настойку из его соцветий. А если мы используем все растение целиком, для этого лучше извлечь из тысячелистника сок. Если вы все-таки опасаетесь, что тысячелистник может способствовать сгущению крови, тогда мы не используем все растение целиком, а используем только вот эти белые щитки. Кстати, тысячелистник бывает не только белый, но и розовый. Белый считается мужским растением, розовый – женским. Обращаем ваше внимание, что информация носит ознакомительный характер. За лечением следует обратиться к врачу. На лечебные свойства, по большей части, это не влияет. Но считается, что белый тысячелистник гораздо сильнее, нежели розовый. И отдается в народной медицине иногда предпочтение розовому тысячелистнику при заболеваниях женской репродуктивной системы. Вообще, в целом, тысячелистник за счет противовоспалительного эффекта можно использовать и при воспалительных явлениях полости матки, воспалении яичников, при циститах, воспалении мочевого пузыря. И с этой целью подойдет тысячелистник белый и розовый. Существуют еще культурные виды тысячелистника с розовыми цветами, более такие красивые, более насыщенный цветок. Но в лечебных целях мы культурный цветок не используем. Дело в том, что тысячелистник, даже если его взять из природы, он не будет обладать всем тем набором действующих веществ, которые имеются у декорастущей формы. Он не так горьк на вкус, и, следовательно, биологически активная значимость его падает. Конечно, если есть и хочется вам немного разнообразить свой лечебный арсенал травяных средств, можно собрать отдельно и тысячелистник, и розовый тысячелистник отдельно. Но мы всегда используем два вида сырья. Это полностью вся трава, либо от ней только щитки. Для растительных масел, для настоек предпочтение отдаем щитку. А в остальных случаях сушим все растение целиком. Это называется травой. Флавоноиды тысячелистника помогают нам в лечении разнообразных заболеваний сосудистого характера. И традиционно тысячелистник входит в смеси при гипертонии, например, или гипертонической болезни как состоянии. Интересны также сборы, где тысячелистник назначается при атеросклерозе сосудов головного мозга, атеросклерозе сердца. Тысячелистник в малых таких количествах может входить во всевозможные сборы. Наверное, не подсчитать то количество фитосборов в народной медицине, где бы не был взят тысячелистник. Очень хорошо соседствуют с тысячелистником и совмещаются ромашка лекарственная, подорожник большой, календула лекарственная и многие еще другие травы, примерно пижма из этой же категории. Они соседствуют друг с другом, и поэтому чаще всего такие растения между собой удачно совместимы. Тысячелистник довольно обычный. Его часто можно встретить вблизи жилья, вдоль дорог, по мусорным местам, но собирать его следует в сухих суходолах вдали от дорог. Именно тогда, в период с 10 до 2 часов дня, когда максимально такая жара, очень активное пекло, именно в этот период тысячелистник источает свои эфирные масла. Главный компонент этого эфирного масла – хамазулен, который и определяет основные эффекты тысячелистника, а это противовоспалительный эффект, антиаллергический и бактерицидный. За это мы и ценим прежде всего тысячелистник. Лучше всего собирать тысячелистник на пригорках, в горах или каменистой почве. Именно в этих местах встречаются растения с наилучшим целебным эффектом. Тысячелистник, растущий в низинах, также используется в оздоровительных целях, но его лучше использовать для сока. Не собирайте тысячелистник вдоль дорог и вблизи жилья. Лучше найдите более экологичное место для ваших сборов. Для того, чтобы собрать тысячелистник, нам понадобятся некоторые инструменты. Первый инструмент – это рука, и ничего нет сложного сорвать тысячелистник. Он очень хорошо срывается, и мы можем сделать такие большие пучки, унести домой целую тюпу тысячелистника. Но если вы все-таки хотите облегчить себе задачу, воспользуйтесь секатором, либо это может быть даже и серп. Секатор легко срезает тысячелистник, особенно корзинки. Очень удобно срезать корзинку секатором. И в таком виде уже мы укладываем в корзину корзинки. А если мы хотим взять траву тысячелистника, то для этих целей, собственно, подойдет и серп. Серп идеален для таких высокорослых растений. Либо после срезки, мы можем, кстати, взять и отдельно листья тысячелистника. Здесь тысячелистник такой полевой, но ранней весной у него достаточно высокие прикорневые листья. Если нам нужна листва этого тысячелистника, мы можем просто вручную, собственно, собрать листву и точно так же высушить в тени, либо в сушилке. Ахиллиин, который содержится в тысячелистнике, алкалоид, достаточно горький. Поэтому тысячелистник входит в лекарственные настойки горькие, а также для ароматизации алкоголя. Можно же его использовать и в быту, в качестве приправы к пищу. Например, если мы высушим и стерем в порошок тысячелистник и будем немного добавлять в пищу. Главное не переборщить. Довольно горький и может вызвать неприятные ощущения. Ну, а для того, чтобы приготовить тысячелистник в качестве основной нашей лечебной формы, это все-таки будет масло, потому что именно масло тысячелистника, масло на тысячелистнике абсолютно универсально в домашних условиях. Его можно использовать и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, и при каких-то ранах, экземах, дерматитах, раневых поверхностях обрабатывать этим маслом. А также воспаленные миндалины поддаются лечению тысячелистнику, если и орошать вот этим фитомаслом. Поэтому нам надо отправиться на сбор тысячелистника, пока растение цветет, и свежие цветы мы будем уже использовать для изготовления нашего травяного масла. Обращаем ваше внимание, что информация носит ознакомительный характер. За лечением следует обратиться к врачу. Чтобы правильно высушить тысячелистник, необходимо оставить его на 2-3 дня в темном сухом помещении с хорошей вентиляцией. Траву тысячелистника лучше сушить в веничках, а цветы и листья можно рассыпать на сетке или бумаге. Не забывайте, что газета не подходит для сушки. Типографская краска при размокании может навредить растению и испортить его целебные свойства. Тысячелистник также можно высушить в электросушилке, но следите, чтобы температура не превышала 40 градусов по Цельсию. Мы собрали свежие соцветия тысячелистника для изготовления масляной вытяжки. Нам понадобятся только щитки. Вот эти щитки, которые, собственно, являются цветами тысячелистника, именно их мы и будем настаивать на растительном подсолнечниковом масле. Дело в том, что именно соцветия тысячелистника наиболее активны. В них большое содержание эфирного масла и ценный хамазулен. Хамазулен до этого был известен только в ромашке аптечной, а сейчас он также был выявлен и в тысячелистнике. Именно благодаря хамазулену тысячелистник обладает ярким противовоспалительным эффектом, бактериальным и, конечно же, антиаллергическим. И травяное масло, которое мы с вами будем изготавливать, оно наиболее активно экстрагирует действующие вещества тысячелистника. И мы можем использовать такую масляную вытяжку во многих случаях. Можем принимать внутрь, например, при различных гастрологиях, болях в животе. И можем в период простуд смазывать миндалины, а также полость носа во избежание заражения, например, во время респираторно-вирусных заболеваний. Тысячелистник мы настаиваем на подсолнечном масле, но можно использовать иное, например, оливковое, либо кукурузное. Наиболее неактивные такие масла, чтобы все-таки они оставались компонентом для извлечения действующих веществ, а не несли в себе уже какую-то иную, например, лечебную силу, такое как масло льна. Оно по себе уже очень активно и является лекарственным средством, лекарственным растением льон считается. Поэтому оно не подходит для изготовления масляных вытяжек. А масло подсолнуха, оно нейтрально. И в этом случае мы и тысячелистник на нем настаиваем, и многие другие лекарственные растения. Для травяного масла нам потребуется свежий тысячелистник. Мы можем воспользоваться и сухим тысячелистником. Для этого придется прогреть растительное масло с тысячелистником на водяной бане в течение нескольких часов. После того, как мы принесли тысячелистник домой, нужно дать ему 2 часа постоять, чтобы он слегка отмяк. Выползли все насекомые, которые могут оказаться на соцветиях. И после этого мы приступаем к изготовлению нашей вытяжки. Мы берем емкость. Подойдет пол-литровая бутылка с широким горлом. Дело в том, что нам нужно будет послойно настаивать тысячелистник. Для начала мы будем укладывать первый слой, щитки. Вот так грубо, рыхло. То есть нам не нужно ничего утрабовывать. Тысячелистник настаивается из пропорции объема. То есть мы рыхло наполняем корзинками тысячелистника первый слой. И теперь нужно будет влить немного подсолнечникового масла. Нам нужно масло холодного отжима, нерафинированное. Это важное условие для получения травяного масла. Тысячелистник нужно немного примять, для того, чтобы не образовывалось пустот, влаги. Где-то может оказаться капелька влаги. И в этом случае, если мы не совершим данную манипуляцию, может в этих пустотах образовываться плесень. В таком случае травяное масло мы не используем. Оно не годится для наших лечебных целей. Все, можно наполнить новый слой тысячелистником. Если у вас нет соцветия тысячелистника, можно воспользоваться и листвой. Примерно все делаем точно так же. Но только листва сгущает кровь очень активно. Поэтому не нужно опасаться такого тысячелистника. Хоть и считается, что он не образует тромбоза, но все-таки на всякий случай, если имеется такая угроза, от тысячелистника нужно по возможности отказаться. Либо использовать только соцветия. Они наиболее безопасны. Новая порция масла. Последний слой должен быть масляной. То есть масло должно быть на всей поверхности. И трава тысячелистника соцветия не должны выглядывать наверху. Иначе здесь будет образовываться плесень. Для того, чтобы не было такой проблемы, я рекомендую воспользоваться либо фильтровальной бумагой, либо марлей. Для этого мы укладываем фильтровальную бумагу так, чтобы тысячелистник прижался, а масло было наверху. Вот такой вариант идеально подходит. Все, здесь не будет образовываться плесень. Мы закрываем банку крышкой. И теперь масло из тысячелистника нужно будет настаивать две недели на солнечных лучах. В этом случае мы не боимся солнца. Оно поможет нам извлечь все необходимые компоненты растения в масляную вытяжку. И потом уже убираем на две недели еще в темный шкаф. И можем через месяц процедить через марлю. И уже оставшаяся такая вытяжка тысячелистника, очень ароматная, получится слегка зеленоватая. Мы ее используем на протяжении одного года, если будем хранить в холодильнике. В этом случае оно идеально хранится. Но на практике я могу сказать, что масло именно из тысячелистника хорошо хранится и при комнатных условиях, если оно было процежено в стерильную банку. Мы используем травяное масло по одной чайной ложке три раза в день за 30 минут до еды, запивая чистой водой. Для приготовления целебного фитомасла необходимо собрать свежие цветы тысячелистника. Заливать тысячелистник подсолнечным или кукурузным маслом нужно слоями. Положите небольшое количество цветков на дно емкости и залейте маслом. Стерильной ложкой уберите пузырьки воздуха и повторяйте процесс, пока емкость полностью не заполнится. Способ применения. Используем фитомасло по одной чайной ложке три раза в день за 30 минут до еды, запивая чистой водой. Такая масляная вытяжка снимает воспаление с органов желудочно-кишечного тракта, спазмы снимает, обезболивает. Ну и, конечно, обладает сильным бактерицидным эффектом. Поэтому мы также можем смазывать кожу, раневые поверхности травяным маслом. Ну и, конечно же, миндалины, полость носа обрабатывается тысячелистниковым маслом, если у вас нет аллергии на тысячелистник. Дело в том, что тысячелистник – это сложноцветное растение, а на такие именно травы у многих людей имеется аллергическая реакция. Поэтому проверьте заранее, тысячелистник является ли для вас аллергенным растением или нет. А еще масло тысячелистника по типу масла базилика, например, можно использовать при приготовлении пищи как специю. Это придаст приятный аромат и добавит небольшую горчинку. К тому же тысячелистник улучшает пищеварение. Обязательно нужно использовать бирку, где мы подпишем, что это масло тысячелистника и когда же оно было изготовлено. Это в процессе ревизии вам поможет узнать, можно ли использовать это травяное масло, еще или нужно изготовить новое. Я очень надеюсь, что это душистое травяное масло из тысячелистника займет достойное место в вашей травяной кладовой. Ну а я отправляюсь на поиски новых лекарственных растений для нашей живой аптеки. С вами был Дмитрий Юровский. До новых встреч! Обращаем ваше внимание, что информация носит ознакомительный характер. За лечением следует обратиться к врачу. Если вы хотите узнать еще больше новых лекарственных растений, подписывайтесь на телеканал Загородный, ставьте лайк, если это видео вам понравилось и, конечно же, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новых серий живой аптеки. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!